Не будь неверующим, но верующим. Итак, снова является Иисус и не ожидает, пока Фома станет просить Его или скажет что-нибудь подобное. Но еще прежде, чем тот сказал что-нибудь, исполняет Его желание, показывая тем, что Он был с учениками, и в то время, как Фома говорил с Ним, Он употребил те же самые слова, сильно укоряя Его и вразумляя на будущее время, сказав, подай перст свой сюда и посмотри руки Мои, подай руку Твою и вложи в ребры Мои, прибавил, и не будь неверующим, но верующим. Видишь ли, что сомнение происходило от неверия, Но так было прежде, чем получили Духа Святого, а после не так, они уже были совершенно иные. И не этими только словами Христос укорил, но и дальнейшими. Когда Фома, удостоверившись, успокоился, воскликнул, «Господь мой, Бог мой!» Христос сказал, «Ты поверил, потому что увидел Меня, блаженные, невидевшие и уверовавшие». Вера в том, действительно, и состоит, чтобы принимать невидимое. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Послание к Евреям 11 глава. А блаженными Он называет здесь не одних только учеников, но и тех, которые уверуют после них. Но ведь ученики, скажешь, увидели, уверовали. Однако же они ничего подобного не требовали, но от погребальных плен тотчас приняли слово о воскресении, и прежде, чем увидели самого Христа, уже показали полную веру. Итак, если кто в настоящее время скажет, «Как бы я желал жить в те времена и видеть Христа чудодействующего», тот пусть подумает, что блаженны, невидевшие и уверовавшие. При этом в случае справедливо можно прийти в недоумение, каким образом тело нетленное имело на себе язвы гвоздиные, и как возможно было касаться его смертной рукой. Но не смущайся, это было делом снисхождения, тело столь тонкое и легкое, что вошло сквозь затворенные двери. Очевидно, чуждо было всякой дебилости, но Христос показывает его таким для того, чтобы уверить о воскресении и научить, что именно он был распят, а не другой воскрес вместо него. Аминь. С верой в Божию.